Голубика высокорослая, она требует легких пищатых в основе, хорошо георгированных, таких, чтобы она не заставила носить, и очень-очень кислая кожа. Очень-очень кислая, это значит, что правильный прав, что для голубики это что-то в районе 3,5-4,5 в допинге Я, Миша, еще чуть-чуть расскажу, почему он так надобился. Но при этом, хотя почва должна очень легко добавить влагу, она должна быть влажной и постоянной. Что говорит о том, что голубика требует полива. Постоянно, регулярно, с полива снялась. Правда, у нее есть такое одно позитивное свойство, что она пока слабо болеет, как у меня малышка, и весьма неплохо относится к газонной георгии. То есть, если на нее попадает полосы, это не помидоры, она не будет заслабовариваться, все будет взаимно хорошо. Молодые люди, можно тише? Обычно как-то не вешу, а потом два. Окей, значит, дальше. Что еще привычно для голубики? У нее очень низкая активность азота. То есть, азот она практически не использует. И она совершенно не переносит азот в форме нитрата. Поэтому, как кармливать голубику селитрами, это очень плохо. То есть, азот только в мобильной или в крайнем случае с аммиачной селитрами. Даже аммиачной селитрами? Аммиачной селитрами нельзя ни в каком случае. Кармамин и щекарным. Как? Но лучше всего сушатом. А, это мой. Значит, и так как ее исходность пользуется совершенно, ну, очень большая, то используют для голубики только физиологически из своего подрека. Голубика высокорослая – это растение американского происхождения. Она имеет обдаленное отношение к нашей голубике и чернике, хотя росте. И они все вместе относятся к верескам. То есть, это верески, эрики, ротоперты, азволей. Для голубика, черников, грузников – это все одинаковая комплексность. Значит, они все любят кислой почвы. Поэтому, если вы покупаете, на самом деле, 4 ямы для голубики, вы можете заполнить яму субстратом для азоли и грузов. Для голубики – это не так, но дорого. Значит, ямы для голубики копают длиноросскость, азоли и грузов можно больше. Больше, не меньше – уже нет. И глубина – минимум 50 см. Если почва твердовая, грузовые грузы стоят высоко и плохо дренировать грузы, а глубоко выращивать хочется, то его создают поднятые пакет профиленты. Нормально накопают грузы чуть-чуть на 10 см. И обеспечивают дренаж. В качестве дренажа можно, в общем, стерео идеальный лучший вариант – использовать не гибкий кирпич, а крупную сословую кирпич. В практике 2-4 положили их на грузовую кирпич. И будет самое то, что нужно. Благодаря уводится из похорни и метод на метод нахазму. Приобретают гибкий кирпич, азоли только как жечное заседание. Голубика с открытой корневой системы теоретически приживается, но только теоретически. На практике не складывается. Значит, сделали яму. Подожжали, отправь трубка с его, пролили хорошо. Сделали выделку под размер горшка. Заполнили водой до лимитации. Вытащили из горшка наши растения очень аккуратно. Посадили в яму. Полили укралительниками, закрыли и провожали кирпич. Не выточняю еще одну. Кирпич, пожалуй, когда мы зажали, эти корни нужно расставить, если сильно, очень сильно спутанные корни вокруг горшка, можно немножечко, чуть-чуть разорвать и расправить то, что развертут. Можно этого не делать и не проявлять фондонизмом из гибридов. Корни у голубики растают очень просто. Вообще у вереского очень специфические корни. У них нет карнирухуазных в принципе. Поэтому они спитывают питательные вещества и используют только при помощи к нима. А гриб этот живет исключительно в том своем чувстве. Поэтому голубика не растет. Он только точно становится даже слабой на своей линии. И, соответственно, при забавном его ремонтации, если вы пересорваете крошечное растение, на них по-любому есть некоризм. Она еще плохо переживается, потому что нужно заражать некоризмой и мягкой. Для нас в любительском садоводстве это сочинение лени. Теперь. В нагрелинских почвах, тяжелый щелочник, которые характерны для Киевщины, очень часто голубику сажают пьянку и ввернутая пленка. В целом это неплохая идея. Потому что пленка изоливана. Это наш тракционный участок от окрестных щелочных почв, которые могли бы затянуть. Ну, и кислотность выровняли, и длинность уменьшится. И в этом случае растение начинает спадать. Это хорошо. Но пленка должна быть только спокойной. Если мы всю нашу Голубикину посадим в мешок, то, как здесь видно, на картинке можно видеть, красная отзыва. Тут, конечно, обеспечено, но я бы предпочел, чтобы это было без маваши. То есть все это заполнено смесью и туда подсаживаем горжечные посадки. Значит, состав кожаной смеси, если мы делаем ее самостоятельно, это кислый ток, то есть только кислый горковой ток. Это сюда добавляют будущий шерпорт кислите, на основе серы. Это из расчета 2-3 грамма на литр смеси. И можно взять сюда добавить для рыплости коронную аморфакцию, на серединичку или больше. С основой в белку. Наконец, смесь вносит кислое, осеннее удовремя для горжечки. При посадке рисков тоже вносит на среднее удовремя. И обязательно обеспечивают нарезку. Поскольку у голубики, опять же, очень нежная корневая система, она решительно не переносит проблок. Т.е. любые объявления и прокурки для горгубики это проблема. Поэтому, что подавить у вас сомневность, которая уже не жена. Глубики резко подобрались. А листочки закручивают вот таким пунктом, коры, или коры. Можно вкручировать, в принципе, но через него с аморфакцией. Вкручивают налоги химмунезии. Можно просто густ вот так вот, сверху засыпать и с аморфом, а потом немножко его отместить. Убрать просто лишнее. Весну. Т.е. осенью засыпали полником по колено. Весной, когда оттаял этот торт, разглянули. На самом деле, конечно, желательно, что торт не по накладу, не по накладу. Те современные сахар-глубики, которые у нас здесь есть, они неплохо переносят наш климат. Т.е. они, в общем-то, уже адаптированы к морозам. 25-27 градусов. И я не видел, чтобы они сильно подмерзли. Т.е. мы в верхушке побегов дурак подмерзли. Иногда. Значит, обязательно обеспечивать политику. Чем зовут? Турмунча либо это кар, либо это торт. Когда будете покупать торт для глубики, обязательно уточняйте, что он кислый верховой торт. Садовый раскисленный не годится. Ну, удобрение для глубики. Садовый раскисленный. Еще раз повторюсь. Минимум азот. Т.е. не проявляемо становиться на азотных удобрениях. На здоровый вкус с минеростом нужно буквально 10 граммов сурфата. Амония. Армония. Удобрения для глубики не в том случае не должны содержать торт. Поэтому ей не подходит ни микроапуску, ни хлористик, ни крани, ни какие-то дешевые кукрасмеси. Удобрения для глубики. Ну, потому что хлориды обычно сильно мешают. И скорые удобрения, используя свой слад кроли, а благо глубики, все время, во всегда, не очень много сил. И фосфор, который усваивается на глубиках, это кислый боноразморинный фосфор. Он может быть либо в виде аутофосфорных исполнитель, либо в виде моноправительных исполнитель. У нас здесь есть подходящие удобрения. Это, собственно, декоцит и моноправитель. Кислотность, конечно, желательно конкурировать, но на практике не всегда это делается. И поэтому приходится вносить, подпишлить. Мы об этом будем. Скажите, пожалуйста, а вот эти моноправительные салют, вы можете пользоваться как выпивание кормей или листового? Они годятся и для нового внесения, и для нового, лучшего растения. И для обрыскивания любой листы. И для этого очень важно. Какого в калютах больше? Обрыскивание в листу лучше или для него? Одно другого видишь. То есть периодически обрыскивания увеличивают по урожайности зимостойкость, но они не заменят как его обрыскивание. Теперь. Как выбрать правильное место для голубки? Идеальный случай – это южный или юго-восточный случай. Хуже – это бронезападная стенка. Потому что эта бронезапада лучше всего растет при хорошем освещении. Если это будет новый день – она переживет получение. Если это будет день – она ее тоже переживет. Но при этом у тебя оказывается у меня октября не получится. Чем больше света, тем слаще будет у вас другая. Ну и урожай – это привычка. Причем исправить – это реально никак нельзя. Хоть вы ее галили, а не сладкие линии. Обязательно обеспечить стопу воды. Вот, собственно, копейка. Выведите, что тут скоп. И вода отсюда может уходить и справиться. И стенка схожа защищает путь северных метров. И наша голубика точно не будет подмерзать, где не будут северных метров. И с ней все будет хорошо. Схема посадок. Это полтора метра на два-три метра. Провышенные посадки чаще всего используют междурядки три метра. Однако для того проехать удары. Голубика переживет и меньшие междурядки. Меньшие междурядки – два метра. Это тоже будет нормально. Соответственности гуще по схеме метр на метр не стоит. Потому что сейчас он маленький. А лет через пять это будет куст ростом спиня и диаметром три метра. То есть это что-то довольно большое. Так, по поводу патторных. Вот это ключевое. Ранее весом, вот уже буквально сейчас, можно внести порцию сульфана от гуще. А в этом где-то будет пять граммов куст ростом спиня. Если гуще варень, то тогда меньше. Его можно либо внести и растворить в поливной воде, либо отгрести в гучу, и рассыпать удобрения гуще. А те отземения гуще. Пробудем удобрения манокроликоспакт. Это будет примерно 1-2 грамма. И вот в этом плане хорошо дать мне какую-нибудь покупку микроалитику. Лично мне нравится микроалитик, комплексный хилат Дрексилникс. Тамбор, бак, балетель, цирк, железо. Дрексилникс. Он хорошо походит в растениях и сухих. Ну это универсальный, хороший домов тела. Если вам нравятся другие хилаты, я не могу. Так, значит, в июне, когда у нас идет рост волос, мы второй раз отрабатываем сульфатом армонием. Он нужен и для роста болейков, и для роста волос. Он уже равный тел. Еще раз, для микроалитика. В этот момент террористичны железо и матрия. То есть это может быть сила от железа, или матрия, либо в форме сульфана матрии, либо в форме кистосела. И когда у нас ягоды начинают менять краску, имеет смысл дать моно-калий фосфор и сульфан калий. Фосфор и калий остро нужны для того, чтобы, во-первых, ягодами вы стали этого изоляции, либо излаги. И во-вторых, они нужны для того, чтобы у нас друг декабилизинова. Потом, где-то в июле-августе, когда мы уже собрали там что-то урожай, или когда мы заканчиваем его собер, и последний день, когда мы дозреваем, имеет смысл подкормить с сульфан калием, сульфан калием. И за расчетом где-то 10-15 граммов на 10 граммов. Это где-то в августе, когда она уже готовится к зимовке. Вообще, фактически, гамуника начинает готовиться к зимовке уже с середины июля. Поэтому после июня азотные удобрения ни в коем случае не отдают. 10-15 граммов на 10 граммов. То есть вы видите, что минималистичная доза удобрения максимум фосфора, максимум калия, ни в коем случае. Из микралий фосфора, ни в железо, ни в железо, ни в железо. А у фосфора аммония, где сульфат калия и молокалий фосфаль, они не занимают? Нет, они не занимают. То есть, наставляют сильно калия? То есть, молокалий фосфаль, там очень много фосфора, и чуть-чуть калия. Сульфат кралия там много, а калия – сера. То есть, голубика – это одно из тех редких растений, сера надо прямо позаристать. Значит, по поводу хащики, как видите. Растение для нас относительно новое. Борячка у меня не очень много, пока. Она практически не отдает чем-то инфекционным или чем-то форезитарным. Видите, это и едиотиполит. Поэтому нужно обрететься в день двумя отрыскивания лицодержащими препаратами, кистостерийскими. Хорошо подходит препарат медиан-экстрат. Как? Медиан-экстрат. Плюс удираем листья, вырезаем все комбеки, которые старше 5-6 лет, и вывозим. Ну, и при обрезке голубики вообще нужно стремиться, чтобы было, допустим, 7-9 летвей на кустах. И сколько летвей вы вырезали, сколько переросло, сколько вы вырезали. В среднем, ветки голубики, как у других ягодных пустарников, работают по реальному диле, скажем так. Скажите, пожалуйста, а как бы, например, это место, если есть большевские цветные ветки, то они толстые. Вот и они без основы куста со сними, а вокруг там пара маленьких, тоненьких веточек. Ну, у нас не сильно толстая веточка? Ну, если она у вас 3-4 летняя и активно подносит, не нужно. А если она стала уже совсем толстая, черная, и, ну, идея уже летят, тогда потихонечку нужно заменять. Если вы будете правильно подкармливать куст, но она хорошо себя чувствует, то количество прироста будет таким же или даже больше, чем вы в этой веточке. Поэтому куст он стабилизирует обычно где-то в районе 10-ти ветвей, там, 7-ти ветвей. Ну, смотря по этому кусту. Все тонкие, слабые, по-моему, лишние тоже грязают. То есть составляют только жирные и хорошо растущие. Главный факт по логике – это как хруще, конечно же. Личинки хруще. Стабы, по-моему, совсем дешевле. Следующий семинар будет как раз про хрущей рассказывать. Значит, что мы не уработали? Работает антикрущик. Работает полиэтрепарат октан. Антикрущик по логике имеет только 0,2-0,3% растения. 2-3 литра на тонну кусту. Ну или, соответственно, на 10 литрах это будет 20-30 грамм. А 10 литров хватит на то, чтобы полить капусту. Значит, октара где-то в районе 5-6 граммов капусту. И октару лучше носить раненую весну, если вы собираетесь есть белубику в этом роде. Потому что она примерно через 2 месяца разлагается, в этом случае. То есть ее микрорус уходит, да? Нет, растворили полиэтрепарат. Она точно растворяется. Антикрущик тоже много? Антикрущик. Значит, препараты от груша вносят только в грунт. Отрыскивание по листу не работает. То есть эти препараты, если обработают эту суммаркаду по листу, от этой грушки, она останется в надземной части растения, она не перерывкает. Это особенности фарма-клорусной технического препарата. И очень хорошо можно использовать микроорганизмы, но они как вспомогательные. Рисполагательные. Рисполагательные средства по борьбе. То есть они позволяют уменьшить на это количество личинных выключений, уже практически на уровне, на новые суммы. Это препараты бетоксибацилин, мизитропин, они паразитивы на личинках хруща. Боверин еще очень хорошо можно использовать. Еще есть? Боверин. Мизитропин. Эти препараты есть у вас тут даже? Да, есть. Да. То есть вот прямо сейчас это нужно смотреть по базе новых. Есть ли одно, но в принципе оно все есть. Мизитропин я точно сегодня. Мизитропин. Размотиться согласно инфекции я на ранее. Тоже желательно пропитать как будто. То есть вот для голубики обычно достаточно 5 литров. в поливах. Так. Значит, кто еще может быть на голубике? На голубике может быть афигум вакцину. Это голубичная литяна. Ну вот, собственно, она, при ее главном раз, как уменьшить с него хватило, тащит и поедает. Это может быть щитовка. Ну, они такие же, как все щитовки. Акациевая щитовка, в принципе, на голубике встречается. Есть пара геноспецифичных для вересковых щитовок. И, может быть, грузничная аристалевка. Ахалистики выглядят вот так. Если вы его развернуете, то вы увидите, как бы, маленькую гусечку. На них действует стандартный набор энциклицидов. На аристалевках хорошо работают препараты мальчик или фенурон. По щитовкам можно использовать октавку или энджелу или англиду. И наличие сосущих выведений это как раз признак того, что вы перебрали сосудку. То есть, меньше азота, больше азота, больше азота. Перебор по азоту, кроме крови, приведет к тому, что голубика будет слишком долго расти. Она будет давать прирост еще в углерампусте. Они не успеют вызвать. И оно гарантированно конкурсом. То есть, да, вы получите квадратовые бюджеты, но больших бюджет в следующий год. Если все-таки вы не смеете слишком много, не промахнусь, а такое бывает, ну, часто кажется, что 5 граммов азота, неполная чайная ручка, это как бы очень мало такой большой бюджет. Поэтому народ попадается, который радостно относит столько же вновлений, столько, предположим, смород. Или, не дай бог, вот картошка. После этого голубика начинает страдать. И если вы увидели, что идет такой вторичный рост этого, это такие светло-зеленые побежки с мелкими листками. Имеет смысл дать больше суставов. Это как-то не поможет. Теперь. Подкислители для груди. Это еще один ключевой рост. На наших типовых кожах уносим подкислители два раза. Чаще всего думают, как просто сера в каких-то формах. Лучше всего брать немало сожмем свою серу, либо сера в граммлина. Она не так всплывает в воде, и она не так быстро распоряется. То есть она дольше лезет. Соответственно, чем крупнее фракция сера, тем дольше она будет работать. Дольше всего работает гранулированная, на втором месте осожмем. И, наконец, кого именно сера, это если нужно работать быстро. То есть, если вы не нашли кипл, подкислитель на базе сера, тихо-лезет, а у вас есть препарат теозит жет? Можно его использовать. Тиозит жет. Сера Каллория. Но она действует быстрее, потому что сера действует не прямо, а после рассложения бактерий. Они превращают ее в кислый сурфат, и таким образом идет вторичная протестеринка. Поэтому, чем больше будет площадь поверхности нашей серы, тем быстрее она будет разлагаться. Соответственно, у кого летняя серая поверхность максимальная? Весной и осенью мы разгребаем ее. Весной и осенью мы рассыпаем кислый сурфат. Значит, кислый сурфат. Это тоже часто значимый момент. Здесь у нас в южной половине Киевской области, по крайней мере, кислотность воды часто бывает 7 на 4%. Поэтому вносим, скажем, 5 г давления текаций, и на применем монокалий фосфата на 10 г. Это не у вас болит. Или хилл, или то и то. Ну да, или то и то. Или монокалий фосфат, или текаций. А сколько это монокалий фосфат? Это при каждом болитме? Да, если у вас вода щивочная, то имеет смысл при каждом болитме вносить. Но вот доза, скажем, южной покровники того же текаций, это будет 20-25 г. А так вы вносите 2 г. Чуть-чуть все подходит. Для голубика лучше текаций. Он более текаций. По инструкции, да, текаций? Ну да, в принципе, там в инструкции указано, как подкислять воду на голубике. Значит, обязательно следим за микрооритетами. И голубики нужны, самый лучший вариант, специализированная новость неоподрения для голубики. У нас сейчас есть весенний агрессон, можно его внести и не хочется. Но тоже лучше вносить минимальную норму, а потом чуть-чуть добавить. Чем чуть-чуть будем потом искать, как вытащить оттуда ремонт питания. Значит, по поводу недостаток питания, вот так будет ремонт питания на голубике. Она такая вся в себя, как она не такая, не зеленая, а древняя. И у нее начинают усыхать очень внести. А это общая ситуация со всеми вейскими, или, кстати, в частности, лично? Конечно. В этом году, да, из-за многоснежной зимы, или довольно интенсивного вымывания поводковыми водами, по вооружениям это очень частная проблема. Сульфат калия, да. И у нас вылезли достаток калия. Сульфат калия, да. Сульфат калия, да. Сульфат калия, да. У нас вижу вылезли из Blaux. И рядом ты, hurry, нет, муку, нет. déplается для голубики. Если это мастер три А 1138, то Godzilla водится в принципе для голубиц. Да, это специально записано для голубики. Ну, ото есть. — Он и есть, скорее всего. Кроме того, микроэлементы, и специальные… — talked Другой элемент, это тот самый гидрессимуликс. Он лично не точный. Недостаток воздуха идет в углублении примерно вот так. То есть она бледная, бледная и плохо растет. Листья дают вот такую вот чуть-чуть серость. Ну, недостаток воздуха, это решался, я думаю, еще недостаток маленький. Недостаток серый – тоже характерное. Недостаток характерного для голубей кинай. Вы видите, что верхняя листья краснеет желтым и начинает с края усыхать, но потом получим недостаток каньбы. Значит, голубика требует сульфатов, поэтому подкислитель на базе серы и использование сульфата каньбы. Сульфата вполне нет. Тогда все будет хорошо. Но вот это довольно частая проблема на голубитете из питомников. Значит, недостаток фосфора проявляется тем, что голубики, они желтые, они не усыхают, но и стекло снеют. Эта же ситуация будет в случае, если у вас кислотность ушла из нужного ядерного зона. То есть, если почва защищалась, то блюдо будет обвинять. Как только какие-то красные, желтые, стальные окраски листья, они не ярко-зеленые, скорее всего у вас начались проблемы с кислотностью. Следующий недостаток, который иногда встречается, это недостаток железа. А вот здесь у нас уже довольно тяжелый. Посмотрите на это. Когда у нас это желтый, слава, все расти. Но если вы присмотритесь в этой картинке, вы увидите, что нижние листья остались зелеными. То есть это вот такой вот характерный твороз, когда лимонно-желтыми становятся листьями сверху. При недостатке цинка листья тоже лимонно-желтые. Но при этом еще будет наблюдаться королевые массы побегов. Побег будут такие узловатые и с ненормальной длиной международностью. И, наконец, красноватый октем. И вот такой вот зеленый цвет мешает жилки. Я только не нашел красивый аптекография. Можно дать недостаток алкоголя. Значит, компенсировать недостаток цинка или железа. Можно хило от железа и цинка. Под сульфат можно использовать сульфат цинка. Но он действует медленно. И сульфат ладмия в помощь, если вы видите красноватые листья. То есть ладмия. Все эти проблемы возникают, извините, и к тому, что возникает достаточно кислотная почва или чубичная? Они могут быть, если, например, вы снимали несколько лет обильных дрожат, и не вносили микроэлементы, и растение их просто вынес из почвы, и теперь их не хватает. То есть, получается, если мы микроэлементы и специализированное удобрение применяем, то получается, что где-то недостаточно было? Да, или где-то исказили соотношение. То есть, вот, например, избыток ладмия может дать из-за недостатка фосфора. То есть, самое важное здесь даже не сколько, а количество отдельных элементов, сколько их правильное соотношение. И для голубики оно очень своеобразное, потому что оно растет в кислых почвах, где растворимость этих элементов питания нестандартная. Например, бор в кислой почве практически не растворяется. Он в щелочных почвах хорошо растворяется. Магния в кислых почвах не хватает. Железо не хватает ниже. То есть, это специфика просто самого растения. То есть, фикоцит надо сразу добавлять фикоцит, чтобы она присоединяется? Можно. Но внимательно смотрите, чтобы у вас не выскочил, например, недостаток калия. То есть, если вы добавляете фикоцит и увидели вот такое, то имеет смысл сразу же подкормить калию? Одно раз. Ну или два раза. Ну, не постоянно. Подкормить калию. И в принципе можно как бы предварительно подстраховаться калием. Даже если этих нет признаков, то калием не помешает или нужно? Если вы внесете его слишком много, такое тоже случается. Могут вылезти микроэлементозы, например, недостаток магния. Или недостаток азона. Чем более интенсивно вы подкормливаете растение, это напоминает, как будто вы строите пирамиду из кубика. Да, вы получаете высокий урагай, но точно сбалансирован. Это становится с каждым кубиком все сложнее. Я специализировала, что вы не должны решить эти все проблемы. То есть, мы не угадаем, кого в случае, я понимаю. Почему? На самом деле, все не так страшно, не так сложно. То есть, мы как-то предварительно. Вот более-менее приятная система. Давайте еще раз по ним пройдемся, потому что они не укладываются. Суд по тому, какие-то сведения. Значит, ранее не нужно. А если я в марте уже корректирую судьба на полкаре? Уже не класть. Уже не класть? Да, он не очень подвижный. Ну, конечно, он растворимый, если на самом деле, для тренировки. Но я думаю, с марта ничего не случится. Спасибо. 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 Спасибо.